Добрый день дорогие друзья, с вами канал Борис Энимал. Сегодня мы почитаем рассказ, название которого Алешка. Итак, поехали. В угрюбом промышленном городе О жил маленький мальчик по имени Алешка. По человеческим меркам его возраст был очень мал, всего 9,5 лет. Соседи и родственники Алешки постоянно твердили о том, что мальчик сильно закрыт от внешнего мира, ни с кем не общается и большую часть своей жизни проводит у себя в комнате в молчаливом одиночестве. И только мать мальчика видела в нем глубину его внутреннего мира и восхищалась его молчанием. Порой у нее пробегали мурашки по коже от того, как рассудительно и нестандартно молчит ее сын. Было в нем что-то неземное, моментами ей казалось, что он светится. Находясь рядом с ним, легко уходили боли, как физические, так и душевные. Мать Алешки находилась в странном положении. Между давлением от близких людей мальчику будет тяжело, он не готов к реальной жизни и тем, что она видела и чувствовала в нем сама. Больше всего Алешка не любил дорогу из школы к дому. Сверстники постоянно провожали его насмешками и издевательствами по ней. Он сильно боялся того, что завтра наступит новый день и ему опять придется терпеть смех и боль, причиняемую одноклассниками по дороге к дому. В один из таких дней Алешка устремился домой после школы. Как обычно, за ним увязались одноклассники, выхватывали портфель, пинали его и выкрикивали оскорбления. Мальчик не отвечал им, он просто зажмуривался и мечтал поскорее добраться до дома. Чем ближе был дом, тем сильнее разрасталась агрессия в его сторону, упреки в слабости и трусости. До дома оставалось около 100 метров, как Алешка услышал странный звук, раздающийся из кустов, находящихся рядом с тропинкой. Ему показалось, что кто-то плачет и он резко свернул к тем самым кустам. Раздвинув ветки, мальчик увидел коробку, в которой сидел совсем маленький щенок, очень грязный и напуганный. Алешка достал это чудо из коробки, прижал к себе и попытался вернуться на тропинку, ведущую к дому. Но путь ему перекрыла толпа орущих одноклассников, увидевших щенка. На мальчика посыпались вопросы, зачем он тебе, слабым не место в этой жизни. Отдай нам, и мы отнесем его на речку, утопим его, ему нет смысла жить. Алешка отвечал покачиванием головы, он не хотел отдавать щенка в руки живодеров. Тогда зверевшие одноклассники начали хватать мальчишку, кричать на него и даже предложили свободу перемещения по улице, если он отдаст им этого щенка. В какой-то момент Алешка почувствовал напуганное сердцебиение в трясущемся комочке у себя груди и рванул в сторону дома, сбив преграждающего ему дорогу. Мальчик мучал, что было сил, он слышал, что позади него быстро сокращается расстояние между ним и его преследователями. Но мысли выпустить несчастный комочек из рук даже не возникало. Алешка успел добежать до своего подъезда и нажать комбинацию цифр на кодовом замке. Открывая дверь, он уже понимал, что на большее времени у него нет. Мальчик наклонился, посадил щенка на пол в подъезд и быстро захлопнул дверь. Чувство страха рассыпалось в считанные секунды и Алешка повернулся к толпе лицом. Хулиганы остановились, с насмешкой довели до мальчика свою мысль, мол сейчас они его будут бить, а потом ворвутся в подъезд и заберут спасенного щенка себе, после чего отправятся на речку совершать акт естественного отбора. В этот момент в Алешке что-то изменилось, он сжал кулаки и бросился в толпу. Довольно быстро двое из нападавших оказались на земле, а остальная часть хулиганов от растерянности и страха бросилась убегать. Они увидели другого Алешку и услышали уже убегая, как мальчик начал не говорить, а кричать о том, что он своего маленького друга в обиду не даст. Когда же опасность миновала, Алешка вошел в подъезд, взял маленького друга в руки и они направились к мальчику домой. Алешка отмыл своего друга в ванной комнате, укутал в полотенце и они вместе принялись за банку сметаны. Щенок окончательно перестал трястись, вместе они уснули на ковре в Алешкиной комнате, в таком виде их увидела мать мальчика, вернувшаяся с работы. Те соседи, что видели происшествие с Алешкой и закон своих квартир, взахлеб делились с матерью мальчика этим событием. Мать очень холодно встретила эти новости, так как и до этого знала, что ее сын настоящий человек с большим сердцем. С того дня Алешка перестал бояться школы, а все те, кто издевался над мальчишкой, начали сторониться его и побаиваться. Каждый день мальчик ждал окончания уроков с нетерпением, так как дома его ожидал настоящий друг Черныш, с которым они гоняли мяч все вечера напролет. Большой человек это не тот, кто открыт для всех, большой человек это тот, кто открывается в момент и дарит себя тем, кто в этом сильно нуждается. Спасибо, дорогие друзья, что послушали наш рассказ. До скорых встреч, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, впереди еще много интересного. Все, пока!